Здравствуйте, друзья! 17 декабря. Я как бы на больнице, пить и говорить, говорю по-французски почти. Я не учил, а говорю по-французски. Давайте сейчас мы с вами посмотрим домой очередную главу очередной книги под названием «Записки зачарова Новсибирского садовода». Вот так. Говорить я буду много, потому что текст уже не пользуется спросом. Значит, будем переводить на аудио, на звук. Итак, очередная глава. Называется «Маленькие наполеоны растительного и животного мира». Мне в своей жизни по роду деятельности пришлось общаться с множеством людей. Я поддавался чувствам. Вот. И некоторые из них буквально очаровывали меня. Потом с ними что-то случалось. Они без всякой внешней причины и не в отношении меня, а по жизни становились кто насильниками, кто хабами, кто ворами, кто признательными своих близких. Объяснить это часто нельзя ни голодом, ни тяжелой жизнью, ни какими-то оправдывающими обстоятельствами. Их поступки даже нельзя назвать животными. Так думать, значит, оскорбить самих животных. Я занимаюсь благоискательством. Все живое на земле растит потомство. Самоотверженно защищает своих детей. Причем так, что вижу, даже поведение насекомых, казалось бы, без мозга, настолько разумно, что во многих случаях превосходит или, по крайней мере, не уступает человечеству. Кстати, их, насекомых, разумное поведение, по-моему, не укладывается в эволюционную теорию. Вот. Кстати, вот эта фотография, это как разумное сообщество муравьё занимается переходом, переплывом в другое место, кочевое воображение. Вот. В поисках лучшей доли. Причем, все они действуют как единый организм. Идем дальше. И вот один из наиболее разумных и одновременно безумных видов, назвав себя хомо сапиенсами, занял первое место в иерархии животного мира и начал унисорять собственную среду обитания. И даже собственную генофорту, в смысле своего потомства. Кто забыл, напомню. Среда обитания для людей, еще способных родить и вырастить здоровых детей, не в мегапояс, а дом на земле. Причина стремления губить того, в кавычках, комфорту, банальная и страшная одновременная. Личный эгоизм множества людей преобладает от института в желание всего рода, своего рода и всего живого. Кстати, обратите внимание, что вы видите. Вот. Полюбовались на фотографиях. Распоряжение сапиенсов технических достижений. И все они направлены на стерилизацию. Унисоржение всех живого вокруг. И это неотвеченные слова. К тому же, кто-то, обреченный властью, решает задачу, жить там в городах с отравленной пищей, с магазином, отравленных воздухом, питьевой водой, детьми, не знающими, что такое облагораживающий труд на земле. И вот растущие города поглощаются с миллионами. Сейчас, зерезка, давай дальше. А гигантские просторы отечества пустеют. Сейчас, когда я пишу вам это, по всей Сибири горят бессендные леса. Городах задыхаются и прежневременно убирают люди. Одного незатушённого костра достаточно, чтобы уничтожить небыстримое количество живых существ. В дереве животных, насекомых, в частности, самих людей. Причина. У людей отсутствует коллективный разум. Это можно изменить, если детство внушит людям, что любое живое существо, животное, растение, насекомое, имеют право морально жить не меньше, чем возгордившее человечество. Сейчас у нас немного развлеку, но со смыслом. Когда-то прочитал небольшой фантастический рассказ писателя Лаврова. Замечательный рассказ. Пересказывал коротко собственными словами. Молодая девушка живёт со своим красивым котиком в доме многоэтажки. И вот сразу после заселения дом затрясёл и начал рушиться. Вот и жару в том лестнице пролёт. Спасение стало невозможным. Котик в страхе запрыгнул в девушке на плечо, гибель не бедуя его. И вдруг через окно залез чумазый монтажник. Обратно девушка бросилась к нему со следами благонарности. А монтажник спокойно отодрал от плеча девушки котёнка и волосы направился к окну. Девушка закричала, «А как же я? Ведь вы обязаны спасти именно меня. Я ведь человек, высшее существо». На что монтажник, не скрывая презрения, ответил, «Во-первых, на Земле четыре разумной цивилизации. Причём две из них и не подозревают о вашем существовании. Во-вторых, если бы мы были высшим существом, вас бы не поселили в аварийном доме, построенном на плаву них. А ваш кот записан на нашей планете в красную книгу. И мой долг спасти только его». Сказал, перевалился через подоконник и исчез. А дом уже однокринелся. Осталось жить считанные секунды. Вдруг монтажник снова переваливается в комнату. Девушка злорадно произносит, «Ага, вернулись, сами заговорила». «Нужели бы мне недовольно», — отвечает монтажник. «Просто котик отказался эвакуироваться без вас». «Залось себе на плечи». «А теперь откройте любые школьные учебники в истории разных стран. И Чингисхан, и Наполеон, и подобные, оказывается, были выдающимися политическими деятельствами, полководцами. И у нас в учебниках они выдающиеся. И это при том, что залили кровью каждый по полмира. Убили миллионы людей, сожгли города, уничтожили политые потом людей посева и сады. Так вот, мир на земле достает только тогда, когда мы их и им подобных назовут так, как они заслужили, выдающимися палачами народа. И вот впервые в мировой истории случилось невиданное. Дальше про политику. Что мне делать-то? Прошло несколько лет, и то, что я предсказывал, случилось. Ладно, делаем упор на то, что это прошло пять или восемь лет, с тех пор, как я написал эту главу. Будем считать, что сегодня не 23-й год, какой-то 15-й, 17-й. Тогда есть смысл читать дальше. И вот впервые в мировой истории случилось невиданное. В стране войны как бы нет, а количество жерб огромное, а наса выбирает по-прежнему. И в последнюю очередь из-за травленных овощей фруктов, в основном, за бугорных. Земли, что прокормиться, построить дом. Не дают. Говорят, покупай. А на аукцион по продаже вели только заходно заплатить десятки тысяч рублей. При том, что земли сельхознодзначения зарастают в деревьях и навсегда теряются на садах и огородах. Вся Россия пустеет. А периодическая печать по-прежнему заполнена агроприемами сгорания и сажаемостью молодого деревья. В интернете злоба и юновидия на популярных сайтах в отношении растений. Резать, резать и резать. И те, кто призывает беречь деревья. У популярной телепередачи на садово-городные темы РТР миллионы зрителей. Вот. И вот телеканал Культура поразил фильм о муравьях. Где прозвучала цифра один муравейник съедает сотни тысяч насекомых. Вряд ли много зрителей смотрел этот фильм. Зато РТР царит главный ненависица муравьёв. То, что я видел, вызывает даже не протест, а оберзение. Прямо все еще в павильоне одна теми ведущая кандидат наук. Уксусом полила муравейника. А чтобы уцелевшие муравьи сошли с ума ее слова, еще и растительным маслом. Затем скинула руки громко и восторжно воскликнула. Все муравейник уничтожен. Причем все ее действия сопровождались дружными плотницами. тупой массовки. Подчеркиваю, тупой. Можно быть прекрасным инженером, стольером, плотником, пекарем, токарем. Ну, ничего не понимать. Вот, ими управляют вот такие, зарабатывая, серебряники. серебряники. Вот это в разрезе муравейник. Сложнейшая организация, сложнейшая, невиданная. Только откуда же знать этим самым якобы специалистам. Вот. Им надо деньги зарабатывать. Если знает, то делать не что-то не знает. Объясняю прописную истину таким учителям. Помню с 60-го года с учебой в сельско-украинской школе. Сад без муравейников беззащитен перед тестогрозущими насекомыми. Добавлю от себя. Каждый с дырами не может полноценно выкормить прикрепленную к нему почку. Почка, в свою очередь, не вызревает и дерево становится беззащитным перед морозами. Ну, не жалко я деревья, но не укладывается в голове дикая безжалость. Как у нее безжалостность, как у нее не трогнула рука, уничтожит целый рот обладающих в отличие от нас коллективным разумом. Когда-то я напечатал статью, где с ужасом отмечалка, как доктор и кандидат наук, там двое было, на страницах Московской газеты отмечали на вопрос детей, чувствуют ли боль животных. И отделили нас от животного мира, сообщив, что у людей боль субъективно, а у животных объективно. Вот. Детейские эквиваленты что-нибудь поняли, а те, кто все же понял смысл, они с высоты науки разрешили мочить и убивать животных. Сложно саможидно, когда научили такими специалистами и коллеги генетики, неведом последствиях изобретут сейчас все универсальное генетическое средство уничтожения муравьев. И на земле подцепной реакции, заметьте, неведом последствиях, на земле подцепной реакции появилась вся растительность, значит и мы. Еще не все. Затем тот же кандидат вновь приступила к прямому уничтожению дерева и показала много миллионов аудитории, еще не свертили много. тут же павильон перного основания штаба дерево кольбой, чтобы муравьи не смогли на него залезть. Кстати, это очень плохо муравьи обязаны лезть по деревьям, это их работа. И неведомер кандидату, что корневые шейки деревья под полевой сгниют у абрикосов и груза, а не два года у яблони сливли намного позже. Такие у нас садоводы. Вот эта телепередача и заставила меня снова были все стени. Из книги записки зачарованного сибирского садовода Валерия Желина. Та дама и тут не успокоилась. Она снова и снова учит убивать муравьев. Причем целые муравейники. Она рекламирует яды. Ее дело нарабатывать в серебрянике ценой гибели уже не только муравьев, но и садов. Позвольте на этом закончить. Благодарю за внимание. А, ну а книга записки осталась там. У меня их десяток или пять или десять, а может быть несколько десятков еще есть у Троценко редактора этой книги. Вот. Поверьте у меня это особая книга. Вот. Она есть в электронном виде и она есть в вакторном виде. Показать это мой каталог каталог семян. Кстати, случайно нажалось. Осталось раз, два из заявленных осталось четыре ножа. Вот. А книга последняя книга четвертая это фактическая циклопедия. Вот. Это брошюры 100 рублей если одна по 50 рублей если четыре. Вот. Электронная версия вот этих книг есть. Трех книг. Даже первая с корневом которая. и наконец записки значит ровно всемирского садовода. Я прочтал только одну главу. Это записки это не лекции. Но зато узнали просто о пользе моровьев какой бешеной ненависти они преследуются якобы специалистами. Вот. Просто я свой долг выполнил. Долг перед природой. Вот. Таких у меня таких у меня первых книг сотни 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 сотни. Вот. В принципе хоть сейчас помираю уже дело сделано. Дело за вами. Покупайте книги размножайте продолжайте размножайте все чему я посвятил своей жизни. До свидания друзья. по- Продолжение следует...